Сочинская Олимпиада, которая стала самой успешной для России за всю историю зимних Олимпийских игр, поставила еще один рекорд. Рекорд по количеству мрачных предсказаний, которые без устали строчили как недруги России за рубежом, так и доморощенные критиканы. Корчась от ненависти, профессиональные провокаторы старались переплюнуть друг друга по безумности прогнозов. Гарри Каспаров Сочинская Олимпиада обязательно провалится, так как десятки миллионов уходят непонятно куда, и реально там ничего не строится, и Олимпиада станет началом разрушения режима Путина. Саймон Шустер Теперь у Москвы намечается шанс восстановить подмоченную репутацию, проведя зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Но похоже, что здесь Москва опозорится еще больше. Борис Немцов Отсутствие специалистов мирового уровня по курортному делу организаторов массовых мероприятий не оставляет никаких сомнений в том, что организационные неурядицы, а попросту классический бардак, станут визитной карточкой Сочинской Олимпиады. Но Олимпиада началась. И страстно ожидаемого грандиозного провала не получилось. Тысячи спортсменов, забыв о политике, показывали чудеса мужества и таланта. Огромное олимпийское хозяйство работало как часы, а миллионы людей по всему миру наслаждались праздником спорта. Сообразив, что с этой темы надо аккуратно съезжать, критиканы дружно переключились на трудности российских спортсменов в первые дни Олимпиады. Анатолий Баранов Уже ясно, что выше шестого места России в медальном зачете не подняться. А все равно в общем зачете Дрим Тим Путина застрял на седьмом месте. Блогер Таити Вот самый точный прогноз, на что может рассчитывать Россия в Сочи. Восьмое место с четырьмя золотыми медалями. Вот такая картина. Просто поверьте, я занимаюсь олимпийской статистикой 35 лет. Журнал Максим Мы наняли гипнотизера, и он помог нам забыть об аморальности Сочинской Олимпиады и сосредоточиться на ее спортивном аспекте. Итак, почему даже третье место России в медальном зачете покажется чудом? Но Олимпийская сборная России не знала о том, что ей надо проиграть. И наши спортсмены триумфально закончили соревнования, не оставив соперникам никаких шансов. Итог. 33 медали. Из них 13 золотых. Первое место в командном зачете. И лучший результат России на зимних Олимпийских играх за всю историю. Но главное – восхищение и благодарность участников и организаторов Олимпиады и миллионов людей по всему миру. Наверное, лучше всех выразил общее ощущение президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах. Спасибо, Сочи! Спасибо, Россия! Спасибо, Олимпийцам! Вы восхищали нас 17 последних Олимпийских дней. Вы восхитили весь мир. Вы с достоинством отметили и ваши победы, и ваши поражения. Россия обещала нам лучшую Олимпиаду. Россия сдержала свое обещание. Что же остается делать тем, кто так надеялся на провал России? Самое логичное – убийца об стену. Что же обещание? Его родственник в том, что логичное – веки. Аhis – это не тряса. Поэтому, как ты обещай, сдерживайся на посетах. Асс加ин – это не тряса.